Ребята, всем привет! Вы сейчас находимся в отеле Mercury в городе Хургада. Сейчас мы вам расскажем про отель Mercury, в котором мы остановились в Хургаде. В зоне ресепшена вы можете пользоваться услугами бесплатного Wi-Fi, потому что в остальных частях отеля интернета нет. Поэтому приходится приходить на ресепшен. Сейчас мы уже попадаем в такое открытое пространство. Под открытым небом здесь располагаются различные магазинчики, лавочки, палатки. Какие-то бьюти-центры. Здесь продают масла, статуэтки, свиниры, различные товары. В центре этой площади располагается такая красивая резная беседка. Везде есть указатели. Сейчас мы с вами пройдем в зону спа и различных развлечений. Сейчас мы проходим мимо детского клуба. Есть различная программа. Вот видите, с утра прям с 9 до 12. И такая дневная программа с полтретьего до полпятого. Также здесь есть детская площадка. Вот такие вот качели, лесенка и даже батут. Сейчас мы двигаемся к тренажерному залу. Вот, собственно говоря, и он. Сейчас здесь никого нет, но в другое время мы видели, как здесь занимается достаточно много людей. Здесь есть и беговые дорожки, гантели. Вот Тома у нас изображает активную деятельность спортивную. Хотя бы на видео сделаю вид, что ты занимаешь спорт. Сейчас мы видим, как ухаживают здесь за газоном, косят траву. И мы с вами подошли уже к теннисным кортам, которые также есть на территории. Их здесь несколько, поэтому можете взять в аренду ракетки, все оборудование и поиграть в теннис. Также еще и спортивных активностей. Здесь есть дартс, сквош и мини-гольф. Поэтому скучно вам здесь точно не будет. Идем с вами гуляем дальше. Проходим такую вот карту с отелем. Здесь мы видим один из многочисленных трехэтажных домиков, корпусов, в которых проживают гости. На территории их около 20. Такие красивые аллеи, деревья. Сейчас пока еще утреннее время. Людей немного. Скоро отправляемся на завтрак. А пока показываем вам просто красивую территорию, домики. Пальма, которая здесь повсюду. Также на территории есть несколько красивых бассейнов. Но их я вам покажу чуть позже. Продолжаем нашу прогулку по отелю. Территория у него большая, но не прям огромная. И вообще стоит сказать, что отель Mercury это достаточно старый отель. Давно он был построен в Хургаде. Располагается в 5 километрах от аэропорта. Сейчас мы вышли в зону главного бассейна, к ресторану. Сейчас направляемся уже на завтрак. Также здесь расположен информационный стенд, где можно узнать о программе, о вечерней программе. Иногда вот проходят такие вот египетские шоу. Также по вашему желанию могут нарисовать вот такой вот портрет. Вот мы видим здесь известных актеров. Ну и сейчас мы направляемся к главному ресторану этого отеля. Можете расположиться как на веранде, так же и внутри. Мерят температуру при входе и проходим в основной зал. На завтрак можно сделать чай, кофе или взять вот такие напитки. Абельсиновый сок, холодное молоко и воду. В меню различные каши. Жареный картофель, вареные яйца, томата моцарелла запеченную, французский тус. Здесь можно взять блинчики. Также можно взять йогурты, салатики, фрукты, различные джемы. Также на завтрак подают вот такие вот шарики, которые называются фалафели. Попробуем их сегодня. Очень много различных сладких булочек. Вот такие вот завитки. Все такое сладкое и вкусное. Также здесь есть такая станция для яиц. Вы можете здесь приготовить либо жареные яйца, либо омлет, либо скрамбл. Вот такой у нас получился завтрак. Каша, выпечка, овощи, яйца, сок, чай. Сейчас мы уже вышли из ресторана, дошли до основного бассейна и направляемся на пляж. С утра проходят небольшие активности у бассейна. Гимнастики, зарядки, разминки, йоги. Сейчас мы уже предварительно взяли наше полотенце синее из номера и направляемся на пляж. Данный отель располагается на первой береговой линии. Здесь очень удобный вход в море. Вот такие лежачки с зонтиками. Есть специальные конструкции против ветра, которые как бы огораживают вашу зону. Поэтому очень удобно. Везде раздельный сбор мусора. Пляжная зона условно разделена на две части. Как раз ее разделяет этот небольшой бар, который располагается на пляже. Здесь вы можете налить себе кофе, соки, воды. Ну а также различные даже алкогольные напитки. В утреннее время после завтрака ходят аниматоры. Всех приглашают на зарядку, на различные активности, которые проходят. Зарядка. Доброе утро, доброе утро, доброе утро, доброе утро. Отправляемся купаться. Песочек очень мягкий. Отличная погода, атмосфера. Очень чистая вода, смотрите. Заход в воду здесь совсем не пологий. То есть проходишь буквально метров, наверное, 15 и уже очень глубоко. Нас это лично радует. Возможно, с маленькими детьми не так комфортно. Вообще отель тем и отличается, что здесь крайне комфортная такая бухта для купания. Когда заходишь в песочек, ну, немножко прохладно, но когда уже окунулся, водичка очень приятная. Немного позагорали, покупались. Сейчас справляемся к нам в номер. И, кстати, пора вам его и показать. Ну а на выходе с пляжа также есть такие вот умывальнички, где можно сплоснуть ноги. Также здесь рядышком стоят раздевалки, поэтому все удобства на пляже есть. Ну все, погнали смотреть наш номер. Дошли мы до нашего корпуса трехэтажного, на котором нарисован знак зодиака рак. Ну и теперь давайте поднимемся на третий этаж. Такая у нас есть прихожая. Сразу же справа ванная комната. Давайте я вам покажу. Раздвижные двери. Здесь есть халат, ну, естественно, туалет, полотенце, раковина с зеркалом и душевая комната. Также есть очень много различных тюбиков. И зубная паста, и набор для бритья, и гель для душа, и какие-то шапочки. В общем, очень много всего, в том числе и фен. Из ванной комнаты мы можем сразу же попасть на балкон. У нас балкона два. И это один из них. С видом на море, на пляжную зону. Здесь мы с вами сегодня были на пляже. Все, закрываем наш балкон. И пора пройти в комнату. Вот такая у нас просторная комната. Сразу же шкаф. Хоть небольшой, но вещи все можно убрать. Какие-то выдвижные конструкции. Сейф также есть. Есть такой небольшой чайный уголок. Есть чайник, чашки, чай-кофе. Внизу располагается мини-бар. И основная зона комнаты с большой кроватью. Удобный. Есть такие небольшие прикроватные. С этой стороны небольшая полочка такая. Есть сверху полочка. Есть такая лампочка. С другой стороны кровати побольше такой столик располагается. Есть телефон. Можно позвонить на ресепшн. Также лампочки. Еще забыл упомянуть, что в номере также есть два полотенца. Они синего цвета, которые вы берете именно на пляж. Ну или располагаетесь в зоне бассейна. Есть рабочее такое пространство. Телевизор также. Здесь мы уже поставили наш ноутбук. Небольшие ниши есть. И отдельно зона с диваном. Также зона для отдыха. Либо здесь вы можете посидеть, поработать за стеклянным столиком. В общем еще одна удобная такая локация. Ну и давайте выйдем на второй балкон, который уже располагается в комнате. Здесь у нас есть столик, два стула. И открывается шикарный вид на пляж, на море. Мы сидели с Кириллом вот на этой террасе. И к нам подошел сотрудник массажного центра и пригласил посетить массаж. Стоимость одной процедуры мне сейчас обойдется в 20 долларов. Но это при том, что я взяла всего три процедуры. Причем огромное преимущество то, что это будет не три одинаковых массажа, а три дня три разных массажа. Я выбрала себе такой антистресс, выбрала антицеллюлитный массаж и еще один массаж горячими камнями. Ну вот я практически дошла. Так выглядит вход в плацентр. Здесь располагается еще и детский клуб. Сейчас подержала 10 минут в такой сауне погрелась. И сейчас пойдем искупаться после горячего воздуха. Вот и джакузи. Это такой, знаете, глубокий бассейн, но немножко массажирует, такие волны. Но он достаточно теплый и приятный. Сейчас полежу примерно здесь 10-15 минут и потом будет уже сам массаж. Вот в такой комнате проходит массаж. Ну все, я буду отдыхать, а потом вам расскажу свои впечатления об этой процедуре. Сделали массаж. Что я хочу сказать, это просто бомба. Вырабатывают каждую частицу тела. Очень профессиональные специалисты. Поэтому жду и не дождусь следующих двух процедур. Потому что сейчас выхожу и у меня какой-то приток энергии, сил. Готово покорять вершины. Поэтому сейчас возвращаюсь в номер. Сейчас время обеда. Мы направляемся в основной ресторан. Проходим опять вдоль бассейна, вдоль баров. И скоро окажемся в главном ресторане этого отеля. На гарнир есть рис, овощи. Есть картофель, сливки так называемые. Тушеная говядина. Здесь курица жареная. Здесь готовят рыбу. И такая небольшая станция пасты. Также здесь есть небольшой салат-бар. Можно выбрать различные овощи, соленья, салатики. Еще есть фрукты, десерты. В основном это дыня, апельсин, гранат. Также есть небольшой выбор хлебобулочных изделий. Можете либо отрезать себе хлеб, либо взять готовую булочку. Напитки, спрайт, кола фанта, соки. Несмотря на то, что выбор здесь небольшой, готовить вкусно, есть из чего выбрать. Я бы тоже все съела. После обеда мы решили прогуляться до бассейна. Здесь немножко с вами позагораем. Покажем вам, какой он большой и красивый. Всегда есть свободные места на лежаках. Мы расстелили полотенце, которое взяли в номере. И сейчас пойдем уже пробовать водичку. По всему периметру стоят такие лежачки, зонтики. Всегда есть свободные места. Ну а бассейн большой, подогревается. Есть также отдельная детская зона. На территории нашего отеля несколько бассейнов, но только один с подогревом. Это самый большой. В жару здесь, наверное, вообще прекрасно. Плаваешь, освежаешься в водичке, смотришь на красивую территорию. А еще здесь проходят различные игры, типа водного футбола и акваэробики. Также на территории этого бассейна есть отдельный бар. Куда мы сейчас направляемся? Возьмем себе кофе, может какие-то напитки. В баре обозначены напитки, которые здесь есть. А вот здесь справа цена. Это для тех, у кого не all-inclusive на алкогольные напитки. А для тех, у кого all-inclusive, то они бесплатны. Сейчас мы решили прогуляться от основного бассейна. Дойдем до еще одного, но он не подогревается. Купаться, наверное, там уже не будем. Но все равно посмотрим на него, потому что он очень красивый. Проходим вдоль территории. Как я уже говорил, здесь такие трехэтажные корпуса. Здесь расположен еще один бассейн, но людей почти никогда здесь не бывает, потому что бассейн не подогревается и многим достаточно холодно. У этого бассейна также есть лежачки, зонтики, все удобства. И вот еще один бассейн. Такой необычной формы. Он очень-очень длинный. Имеет изгиб. Даже не видим, где он заканчивается. Вот, смотрите. Идем вдоль корпусов. И здесь бассейн заканчивается. Там дальше идет небольшая такая детская зона. Глубина взрослого бассейна метр сорок. А детского вот здесь написано полметра. Друзья, уже стемнело, поэтому мы направляемся на ужин. Опять в главный ресторан отеля. Давайте посмотрим, чем нас будут сегодня кормить. На первую у нас сегодня куриный суп по-мексикански. Ну, давай один там возьмем. Так, здесь у нас рис. Здесь говядина с овощами. Картофельное пюре. И еще есть станция. Здесь сегодня готовят куриный фахитос и физули паста. Также стандартный набор напитков. Чай, кофе. Здесь можно взять стаканчик. Налить себе либо сок, либо содовую. Берем зелень. Огурцы, помидоры, горошек. Можно взять капусту еще. Нут. Тут и кабачки, и перец, и фасоль. Чего здесь только нет. Также мы себе еще взяли фахитос. Вот такие вот лепешки. И отдельно нам принесли напитки. Пиво, вино. За ужином. Поэтому приятного аппетита. Сейчас попробуем тортик, который взяли здесь. Очень нежный. Воздушный повар. Вкусный бисквит, который хорошо пропитывает. Да. Такое воздушное нежнятино. Кстати, забыли упомянуть, что поужинать здесь вы можете еще не только в главном ресторане, а еще и при проживании здесь более недели. Раз в неделю в ресторанах а-ля карт. Также они здесь есть. Либо итальянские, либо арабские, либо египетские. Еще какие-то варианты. В общем, раз в неделю. Сейчас мы уже вышли из основного ресторана. Здесь красиво так подсвечивается бассейн. И вообще сейчас ветра вечером нет. Хорошо. Можно погулять, посидеть. Сейчас, кстати, может зайдем еще в один бар, который здесь также находится. Покажем вам его. Сейчас заходим в бар, называется «Назур». Здесь вы можете взять безалкогольные напитки, сделать себе кофе, также алкогольные напитки, коктейли. Все по программе «Ол инклюзив». У бара можете выбрать себе напитки. Это цены для тех, у кого не «Ол инклюзив», для тех, у кого желтый браслет, а не синий. Вот так делают джентоники. После ужина мы решили отправиться в амфитеатр посмотреть, какая здесь проходит концертная программа. «Ол инклюзив» Посмотрели на «Факер-шоу», отлично провели этот день. Вообще мы в отеле «Мергер» и уже находимся несколько дней. Скоро наше приключение в Кургане подойдет к концу. Мы отправимся еще на одну экскурсию, но это уже в следующем выпуске. А если вам понравился наш обзор, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч, пока!